Всех приветствую, меня зовут Игорь Козубек, я являюсь разработчиком в отделе PHP компании Nik Solutions. Отучившись в свое время в гуманитарном вузе и отработав около 10 лет в банке, я решил полностью кардинально поменять свою профессию и перейти в сферу IT. В общем-то, этому и будет посвящен мой доклад, а также доклад моих коллег, которыми докладами мы вас, наверное, сегодня заинтересуем. Немного о себе. Я закончил гуманитарный вуз. По моему личному мнению бесполезной профессии получил магистра в сфере менеджмента организаций. Вот эта профессия абсолютно ни о чем, но я вынес оттуда, что я всю жизнь считал себя гуманитарием. То есть я больше был склонен к каким-то философским наукам, к психологии, к экономике, к менеджменту к тому же, но никогда близко не сталкивался с точными науками, поэтому выбор профессии IT был для меня в свое время очень пугающим шагом. После обучения в университете, устроившись в банковскую сферу, я за несколько лет, в принципе, достиг неплохих высот, стал неким руководителем направления и дальше начал продвигаться по карьерной лестнице, зарабатывать денежку свою. Но спустя около 10 лет я понял, что что-то надо в жизни менять. Я думаю, у каждого из вас есть свои причины, по которой он решил или сейчас учиться, или решил в сферу IT, скажем так, внедриться. Для меня это было ощущение постепенной деградации. То есть постоянная одинаковая банковская атмосфера, постоянно одни и те же однотипные задачи, какие-то отдых на выходных, я не знаю, и все. Я начал чувствовать, что реально, простите, может быть, за такое слово, тупею. И после того, как я решил, что надо что-то в жизни менять, стал же, собственно, выбор, а куда двигаться, какую профессию себе выбрать. Общался я много с опытными товарищами, с IT-направления, искал статьи в интернете. И в конечном итоге выбрал направление разработчика по двум основным критериям. Первое – это профессия, в которой можно всегда развиваться. Мы никогда не останавливаемся на одном месте, и даже если мы в своей компании достигли должности сеньора, то это далеко не значит, что в мегакорпорации Google или любой другой вас будут считать тем же самым сеньором. Я даже больше уверен, что этого абсолютно не будет. То есть место для развития и куда расти – это бесконечная плоткость. После этого вторым критерием была интернациональность данной профессии. То есть при должном умении, при должных навыках мы можем работать как в любой другой стране, сделать relocate в другую страну, или же, как моя мечта, например, лежать на пляже где-нибудь лет за 50, с ноутбуком на коленях, с мартини в другой руке, и пусть это будет Греция. Я думаю, у каждого есть свои какие-то желания на этот счет и свои критерии, почему он выбрал или выбирает перейти в сферу IT. После того, как я наконец-то определился сферой, в которой я хочу в дальнейшем развиваться, стал же, собственно, выбор, а куда идти получать эту профессию. Я не настолько самодисциплирован, чтобы учиться самостоятельно. Это мои коллеги вам еще расскажут дальше. Но я и не верю в эффективность онлайн-курсов, хотя тоже есть примеры успешного прохождения и устройства на работу. Поэтому у меня выбор особо не стоял, и так как я сам из города Запорожья, я пошел в самую популярную IT-академию города Запорожья – это ШАГ. Я не буду долго рассказывать о ШАГе по простой причине, что там накопилось столько разных историй и внутряков, что я очень сильно выйду за лимиты нашего тайминга. И поэтому, если у кого-то будут вопросы касаемо ШАГа, этой академии, этой структуры, то я с радостью отвечу вам на абсолютно любые вопросы, потому что я учился в ней около двух лет, и я познал ее от А до Я и знаю все подводные камни. Поэтому, если у кого-то будет интерес, если кто-то хочет учиться в академии, подумывает об этом, то, пожалуйста, после нашей конференции я с радостью все вам это расскажу. Я сейчас хочу остановиться лишь на нескольких поверхностных, статистических, может быть, данных, и нескольких поверхностных моих суждениях. Например, я хотел бы вам показать вообще на примере ШАГа, у меня есть развернутая статистика, как сфера IT интересовала, заинтересовывала людей с течением времени. Если, например, в 2010 году в ШАГ каждый семестр, там два набора в год, каждый семестр поступало от силы 150-200 человек, и силы поступающих распределялись таким вот образом. На разработчиков хотело пойти около 35% людей, на дизайнеров 20% людей, и очень популярная была профессия тогда сетевой администратор. То когда поступал я, а это уже был 2016 год, конечно же, количество студентов, желающих получить IT-образование, возросло практически в два раза, и это так очень поверхностная статистика, только для относительно там негустонаселенного Запорожья. Я не знаю даже, как в Харькове это происходит. Но интересно то, что распределение профессий кардинально поменялось. И если на тех же самых дизайнеров приблизительно 20% народу и собралось идти, то направление IT-разработки, девелопинга в Android-сфере, я не знаю, там, десктопах, веб-разработке, iOS, оно выросло в разы, практически в два раза. И сетевое администрирование перестало быть вообще интересно людям. То есть я думаю, что по данной статистике можно увидеть тенденцию этого направления, того направления, в котором мы работаем или стремимся работать. И я думаю, что дальше интерес в этой сфере будет у людей только расти. Ну, по крайней мере, пока нас не захватят роботы во главе с Boston Dynamics, которые просто обижены на весь свет. А до этого программисты всегда будут в теме и всегда будут востребованной профессией. Сразу хочется сказать, что в шаг я шел не за корочкой. По моему личному твердому убеждению, корочка без знаний, она только кусок ламинированной бумаги. Были ошибки, были у меня примеры товарищей студентов, которые думали, что получив корочку, они придут сразу и устроятся на любую интересующую их работу, их с руками и ногами захватят. Нет, этого не произошло и не произойдет в принципе никогда. Хотя, стоит отметить, в недавнем разговоре с моим коллегой, более опытным коллегой, он сказал, что наши дипломы ведущих украинских вузов ценятся при Relocate to Europe, например, в какую-нибудь страну Европы, и там смотрят на дипломы хороших вузов Украины. Но так как я не получал такого образования, поэтому не знаю, сравнивать мне не с чем, пока не могу. Конечно, со мной могут поспорить выпускники, если здесь есть MIT или Оксфорда и Гарварда, которые получили их дипломы и могут меня за поезд заткнуть. Но там диплом без знаний тоже не получить. Вторым моментом, который я из тех поверхностных, которые хочу рассказать о шаге и вообще об образовании и получении профессии в целом, это необходимость саморазвития и самообразования. Потому что, опять-таки, распространенным заблуждением является то, что просто делая там какие-то, грубо говоря, домашние задания или же посещая лекции, вам этого хватит для того, чтобы ворваться джуном в любую компанию, и опять-таки руки и ноги ваши будут уже на рабочем месте писать код. Этого не происходит. И уже в процессе обучения я начал доташниваться к своим старшим товарищам в разработке, в IT-направлениях, в компаниях разных, для того, чтобы они помогали мне, направляли, какие сейчас интересные актуальные фреймверки, к чему стремиться, какие тенденции рассматривать. Они смотрели программу моего обучения и сказали, за какие рамки выходить для того, чтобы быстрее получить позицию джуна, для того, чтобы быстрее пройти собеседование, чтобы мне это помогло. Забегая немного вперед, скажу, что да, действительно, это мне очень сильно помогло, когда я устраивался, когда я решил переехать из Запорожья в Харьков и устроиться в компанию Nix Solutions. Это очень помогло. Именно вот этот вот эффект самообразования, именно эта настойчивость помогла мне пройти собеседование и после успешно пройти стажировку. Поэтому самообразование — это один из самых основных аспектов, который должен быть при обучении на курсах или же при любой другой, любых других вариантах. Единственное, что я упустил, и только наверстываю сейчас, это я абсолютно не читал никакой литературы, никаких книг, потому что совмещать с работой чтение книг было тяжело, и еще и с обучением в шаге. Поэтому только сейчас приходится наверстывать это упущение. Назовем его так. В Запорожье в процессе обучения я всегда консультировался у товарищей. Если кто-то сейчас как раз-таки учится где-то в вузе в каком-то или же сам занимается, пытается дома выучить какой-либо язык, то всегда необходимо не стесняться, не бояться, а просто приставать к своим товарищам, которые работают уже в компаниях, для того, чтобы они вам помогали, подсказывали, вряд ли вам кто-то откажет с формулировкой «как-то мне надоел». Нет, скорее всего, комбьюнити у нас очень близкое, дружное, и, по крайней мере, я всегда помогаю, когда ко мне кто-то обращается, и мне помогали в том числе раньше. Что хотелось сказать? В подведении итога своего такого небольшого спича я хотел бы сказать, что, возможно, вам будет сложно. Мне было сложно, это точно. Мне было сложно, и мой системный блок помнит, как я вбивал в него желание свое учиться, там такая вмятина мне будет напоминанием всегда, эти указатели плюс-плюс. Возможно, вам будет сложно перестроиться, учиться во время работы. Возможно, будет какая-то элементарная усталость, возможно, где-то лень, возможно, у вас будут мысли, что «нет, это все не мое, у меня не получается это выучить». Возможно, близкие, родственники, какие-то друзья будут вам говорить, что «это не ваше, зачем тебе? Тебе 30 лет, у тебя хорошая карьера, у тебя успешная должность, у тебя подчиненный, все хорошо, ты ездишь в отпуска, зачем тебе это? Зачем тебе меняться? Но я скажу одно, никогда, ни в коем случае не меняйте своего направления, направление своего движения. Если вы выбрали какую-то тему, вы хотите достичь мне успеха, ни в коем случае не останавливайтесь, ни в коем случае не забывайте, к чему вы идете, не забывайте, к чему вы стремитесь. И вы обязательно достигнете своих целей, и, возможно, кто-то из вас, кто сидит сейчас в этом зале, когда-нибудь измерит мир, почему бы нет. Да пребудет с нами сила. Всем спасибо за доклад. Всем спасибо, да. Большое спасибо за доклад. Ребята, есть ли у вас вопросы к докладчику? А мы не потом втроем все, нет? Ну, если мы сейчас... Пара вопросов можно успеть. Сколько вы... Здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо за доклад, больше мотивационный какой-то. Сколько вы так занимались саморазвитием? Или вы просто в шаге занимались и потом дома, и после этого пошли на работу? Нет, в шаге я... Вообще я в шаге выбрал не совсем, по моему личному мнению, правильный курс. Я выбрал два с половиной года. Это самый, вроде как, обширный курс, да? Я всегда хотел быть веб-разработчиком, вот, и поэтому надо было выбирать его. Он всего, там, год длился, и надо было бы в нем учиться. Поэтому где-то годика через полтора я понял, что пора бы, собственно, заниматься уже чем-то саморазвитием. Вот. И спустя полтора года я отучился в шаге, просто туда-сюда ходил, вникал в это все, было очень тяжело. Но последний год обучения я уже активно занимался поиском работы, изучением новых фреймверков, WordPress, я не помню, там, Laravel, JS, каких-то фреймверков. Вот. И, да, наверное, последний год из двух с половиной годичного образования я посвящал уже полностью, ну, скажем так, почти забил на работу основную. Вот так вот. 24 часа, 7 дней в неделю сложно работать. Вы отдыхали как-то и совмещали? Ну, это же не значит, что 24 часа. Конечно же, это не значит, что прям все, сел и не встал из-за компьютера, пришел с работы, встал с работы. Нет, конечно же, я отдыхал, конечно же, это было там на выходных, может быть, я говорю, что в общем и в целом, в общем и в целом, я этим занимался практически постоянно. То есть, если у меня есть желание, есть силы, я сел, что-то делаю. Если у меня прямо сейчас вообще никак не могу этим заниматься, просто я оставил до завтрашнего утра или там, не знаю, там. Есть у вас какие-то личные советы, как можно улучшить обучение? Я слышал, там есть техники учиться 50 минут, 10 минут отдыхать, а так каждый раз циклически. Может, вы что-то посоветуете? Наверное, я не посоветую. Да, я слышал об этих техниках, это еще со старых советских времен идет, она считается очень эффективной. Но я не применял никаких особых, не думал, не задумывался об этом, по крайней мере. Вы по зову души работали? Да, да, да. То есть я просто, я ходил, у меня была задача, как можно скорее попытаться изменить себя, свое окружение. Поэтому я приходил к своим товарищам, которые работали, говорю так, смотри, я сегодня, там, например, хочу что-то новое. Он говорит мне, на, вот тебя, пока вот в WordPress не выучишь там базы, там, да, все, потом придешь ко мне. И вот у меня было время, он мне давал лимитов, да, там, неделя, две тебе, нет. Просто на, учи, все, пришел. Я пришел к нему, он говорит, вот, сверстай мне эту тему теперь на WordPress, да, делай как хочешь, все, то есть. И я ее делал, я мог ее делать долго, мог ее быстрее, Ларвел ее уже быстрее познавал, потому что он как-то, ну, мне дался легче, чем WordPress, да. Вот так оно все и проводило. То есть постепенно, постепенно, но как бы под кураторством. Спасибо большое. Так, я смотрю, у нас вопросов больше стало, чем два, но сейчас быстренько попробуем. Маленькие вопросы. Да, достаточно маленькие, привет. Меня зовут Максим. Я, на самом деле, у меня, почему я сейчас буду спрашивать это, у меня есть техническое высшее образование, и 12-летний опыт работы, там, в IT, карьера и все такое. И я хочу знать, на самом деле, я пять лет учился, для того, чтобы не стать девелопером, да, а получить бэкграунд. Бэкграунд — это всякие, там, математики, всякие высшие дискретные, это и теории сетей, это теории баз данных, это и теории построения больших систем. И вот эти вот все теории, казалось бы, это скучно, но это съело пять лет моей жизни. И я могу сказать, что я благодарен своему университету, потому что я действительно это применяю сейчас в своей работе постоянно, и сети, знаешь, и базы данных, и вот это вот все рядом с PHP. Скажи, где ты добыл эти знания? Как получилось у тебя, если я так понял, с нулевым техническим бэкграундом до начала в шаге, за два с половиной года взять этот же объем информации, если нет, то почему, и если он не взят, применяешь ли ты его в своей работе или нет? Вот так. Я большинство, откровенно скажу, и не взял этих знаний, которые ты назвал. То есть у нас был преподаватель, великолепный человек, и он тоже учился в техническом вузе, и вот одинаково с тем, что ты говорил, он говорил, что он учил. Но у нас в шаге не было этого вообще абсолютно. У нас не было этого даже ни в программе, ни рядом, ни близко. Поэтому я каюсь, согласен. Это пробелы мои, я их понимаю. Я их наверстаю. Ну, я же ни в коем случае не хочу рекомендовать. Как получается, что происходит обучение разработки без не просто технического, а без точных наук вот этого вот программа, да, с экспертом математики, теорией, чтобы понимать, как оно происходит, а есть знать, что оно происходит. Ну, не знаю. Возможно, потому что мы там как бы не учились микропроцессоры программировать. Я, честно говоря, не знаю. Я не хочу, чтобы после моего доклада какое-то осталось послевкусие о моем месте обучения. Я в том плане, что, да. Ни в коем случае это ни реклама, ни антиреклама, нет. Просто вот такой вот опыт, и да, я это пробелы, это мои пробелы, почему нет. То есть я о дискретной математике слышал только третий раз, допустим. Прошу прощения. А скажите, пожалуйста, есть такая теория, что… Я здесь. Да, Ольга. Чтобы стать специалистом в какой-то сфере, нужно отработать, отучиться 10 тысяч часов. Ну, слышали такую информацию. Вот как вы считаете, ваши 10 тысяч часов в IT, они были во время обучения или уже во время работы, там, на позиции Джуна, Митла. Ну, когда у вас были эти 10 тысяч часов, когда вы почувствовали себя уже специалистом? Я думаю, что… Я думаю… Спасибо за вопрос. Спасибо. Я думаю, что я 10 тысяч часов еще как бы не выработал за все это время. Вот. Но, как… Есть и другая фраза, да, как Брюс Ли сказал, что лучше, чем знать 10 тысяч ударов, лучше один удар повторить 10 тысяч раз. Поэтому я считаю, что на данном этапе, моей личной, моей личной, ни в коем случае я никому-то не комендую, углубиться в ту тему, которую я сейчас изучаю, познаю, и когда я буду достоин уже ее знать, да, пройду свои 10 тысяч ударов, 10 тысяч часов в этой теме, да, тогда я уже пойду там в разные стороны смотреть. А пока мне еще очень далеко до этих самых 10 тысяч часов своего. Их не наберется даже с учетом шага там университета еще. Поэтому как бы стремиться еще ой-ой-ой, как много куда есть. Тем более я в разработке относительно недавно всего менее года. Вот. И да, будет мне куда расти это точно. Так, у нас еще, давайте, последний вопрос на этот сет. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Во время вашего длительного обучения в любом случае у вас случался упадок сил, эмоциональное выгорание, например. Как вы с этим справлялись? Как вы мотивировали себя идти дальше? Про компьютер я говорил уже, да, про системный блок? Тяжело было. Не совру, если скажу, что жена поддерживала очень сильно, очень сильно. Никто, кроме жены. Вот. Когда не хватает мотивации, когда не хватает сил для того, чтобы уже двигаться дальше, вот, мне приходилось просто, бывает попсиховать, бывает сходить в спортзал, там побить грушу, расслабиться эмоционально. Да, но я никогда не отходил от своей цели, от конечной цели. Я знал, с чего я хочу, я знаю сейчас, с чего я хочу. Я знаю, с чего я добьюсь сейчас. И как бы мне не было тяжело сейчас, послезавтра, там, но я этого добьюсь. Такими же самыми мыслями я руководствовался и год назад, и два года назад, и десять лет назад. И буду руководствоваться через десять лет. Тут основное понимание твоей цели. Если ты видишь цель, и ты хочешь к ней дойти, то, как бы, свою моральную усталость можно временами вбить в компьютер, или в грушу, или в тренажерный зал, но ни в коем случае. Можно отдохнуть, неделю отдохнуть, допустим, если позволяет. Но основную цель не забывать никогда, и это очень важно. Спасибо за ответ. Добрый вечер, звати меня Юра. Я уже роков четыре не кожу на PHP, поэтому... Так, так нормально, да? Да, пішла демотиватися. Ну, я начну с такого позитивного прикладу. Я маю дружину, яка досить недавно також вийшла в IT, але вона не программист, вона працює с менеджером, а вона також начинала з низів, працювала в банку, закінчувала, ходила якісь на курси. І з мого досвіду, із її досвіду на її прикладі ці курси не принесли ніякого позитивного результату, можливо, окрім яких базових там розумінь в IT. Що їй допомогло дуже сильно, це дуже в нас у Харків багато IT-компаній, які набирають на курси, іменно під себе компанії, готовлять людей під себе. І якщо ви дуже зацікавлені потрапити і отримати якийсь досвід, то набагато вигідніше йти як треній в цю IT-компанію, яка вас зможе підготувати під себе, вона знає, які бізнес-задачі потрібні для компанії, що потрібно вирішувати, що потрібно робити і так далі. І це їй дуже сильно допомогло. Вона працювала в цій компанії, якийсь час пропрацювала, тобто вона набралася великого досвіду, протягом працювала в іншій компанії. І зараз вона працює в продуктовій компанії, американській, вона працює, ну, не на галеру, таке, вона працює окремо, вона знайшла собі самостійну роботу там, і от така домашня історія успіху. Це про успіх. Тепер про демотивацію. Ну, перш за все, це одних із таких демотиваторів для нас зараз, це те, що люди в основному жнуться за зарплатою в ІТі. І от, як ви бачили тут на одному із слайдів, що показували, що в ІТі йшло по чуть-чуть, да, там, після 2014 року, коли в нас долар став по 26, народ кинувся. Ого, золота жила, надо всім туда, тіпа, цьому нема нічого поганого. Я, от, але, то есть, розраховувати відразу, що ви будете отримувати золоті гори, да, цього не варто, то есть, і вам доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб, ну, досягти якогось приємного рівня. Хоча б того, наприклад, моя дружина отримувала на своїй першій роботі менше, чи вона отримувала в банку, навіть не зважаючи на кризу. От, от така була фінансова демотивація, але вона була, в неї була не стільки цим, не стільки вона хотіла підняти свою зарплату, стільки, як вона хотіла, то есть, їй робота в банку просто була нецікава. От, наступний момент такий, з приводу демотивації, це, о, я вже про зарплату сказав, о, окей. Да, наступний демотиватор – працювати в ІТі в Україні і отримувати айтішну зарплату і жити в Україні – це одна справа. Але тут лунали такі думки, що було б чудово там переїхати в Європу, там Google, там інші корпорації, там жити, працювати. Так от, там я не скажу, що там зарплати там високого такого суперрівня. Ну, наприклад, в Booking'у, то есть, офери, про які я знаю, це де-то Booking.com компанія, то есть, вони там, офери там, в них починаються там від 4,5 тисяч євро. 4,6 можна розраховувати на такий офер, якщо працювати там на PHP. І, ну, для Європи я б не сказав, що це багато. Отримувати такі гроші і жити в Україні – так. Отримувати такі гроші і жити в Європі – якщо ви маєте ціль накопичити якісь гроші, ну, це того не варто. Так, і тепер інший такий момент. З приводу, я маю знайомого, який працював у міліції, ще він в міліції, він був слідчим. Це дуже важливий момент. І, звісно, він також вирішив переключитися в ІТ. Це також трапилося там 14-го року. Після 14-го року, що от потрібно йому йти в ІТ. У мене є друг, який допомагав цьому нашому знайомому, допомагав там з якимись практичними задачами і так далі. Паралельно цей товариш, він також закінчував, ходив на якісь курси, постійно тренувався. Тренувався він на фронтенд розробника, на JavaScript. І один із його таких досвідів, він навіть, він витратив на це час, це постійного тренування. От в нього був як робочий день. Він ніде не працював, в нього були якісь заощадження. Він вирішив їх повністю вкласти в своє навчання. І він займався як на роботу. От в 8 утра прокинувся і вперед вирішувати якісь задачі, алгоритми, логіку, щось спробувати, якісь там створювати сайти і так далі. Він займався більше, ніж півроку. Ну, то есть, вважайте, що він працював як от півроку. Після цього, це його була база. То есть, плюс курси, плюс там якісь на англійські курси ходив і так далі. Це була його там база. Далі він влаштувався на роботу в якусь IT-компанію, де пропрацював, мабуть, також півроку. І хлопець зламався. Він поняв, що це не його. То есть, він витратив часу. Не те, що в нього б це не виходило. А от він просто зрозумів, що це за хайп в IT. От він погнався за цим, і це не його. І зараз він працює в якійсь німецькій фірмі. Він там просто якимсь, не знаю, менеджером, будем називати його так, по роботі з персоналом, людина. І от така от ситуація. От людина зрозуміла, що це не його. Тому те, що ви увійдете в IT після 30, неважливо, в якому віці ви туди увійдете, і вкладете туди дуже багато часу, своїх зусиль. Може так виявитися, що ви зрозумієте, що це не ваше. То есть, я от... Дякую за увагу. Дякую.